Я его, так, ну пробуем тогда, сейчас пару раз, так, два, три, четыре, а ну. Нифига. Что, друзьяки, все заметает, свет отключили, свиньи голодные, поросята холодные, свиноматки стоят, как в копании. Короче, с утра так и вот началось. Что я сейчас хочу? Хочу сейчас достать генератор свой, заодно проверить, запустить его. Поподключать, чтобы поросята там светили лампы, грели. Также хочу вам показать, что у нас, как сами поросята, как та свиноматка, как те свиноматки, что не загуливали после моих процедур. Короче, все постепенно, погнали. Сейчас, короче, тянем генератор. Я вот бензина 5 литров принес, по генератору тоже были моменты. И ветер, сильный поднялся ветер, дядь Саня сварщик подъехал, что все занесло, об гараж мне и ударился. Короче, поехал, света нема, думали что-то делать, а свет с утра пропал, выключил. Может, что такие порывы ветра, может, что кто его. Ну, что-то на ходе такое серьезное. Воно такое, наверное, сейчас будет и мороз, и еще и снег. То есть все позамерзает, что ростало. А Аська с Бори, видите, им наоборот, это самая лучшая погода. Они не любят лето, жару, а вот такое, именно как холодный ветер, это для них самая любимая погода. Они в таких шубах, что никто из нас даже мечтать про такое не может. Вон, бачите, Аська обняла, Борька что-то общается. Так, короче, что я, несу генератор. Пробуем его запускать. По нему тоже были нюансы. Сейчас все по порядку. Генератор у меня в гараже. Мой ты старый друг. Привет. Ничего обметаем тебе, будешь, как этот. Значит, смотрите, простой он у меня в прошлую зиму, он сделал, простой у меня он в лето. И в конце лета я пробовал его запустить, думаю, как он запускал, запускал, короче, не запускается он. Нет, даже в начале я запустил, он подсхватил, тук-тук-тук-тук, и все. И я потом дергал, дергал, и все без толку. И не пойму, чего думаю, так все, зимой можешь пригодиться, надо разбираться, чи может в ремонт, чи что, короче, неизвестно, что было. Я полез, короче, в карбюратор, карбюратор у нас отута, откручив карбюратор и снял нижнюю крышечку, а там, где эта иголочка, где бензин, ну, поплавок и иголочка. Таком, типа, как в силиконе было, густый силикон, ну, забыто. И сама иголочка погано ходила, практически не ходила. Я все разобрал, продув, почистил, помил бензинчиком, все поставил, забрал, чмик, вуаля, все работа, все четко. И думаю, сейчас проблем особо не должно быть. Ну, он не долго простоял опять, сейчас зальем бензо трошки. И попробуем, подключим, и включим лампы, понабирать надо водить сюда в бак и водить туда, на нижние щеля. А там у меня куб набрали, я вчера полный набирал. Ну, а так, конечно, генератор, вот таких вот случаях, вот, понятно, что у кого немае поголовья дома. Ему все равно там без света, а они же тоже, мне, хорошо, что поросята сейчас не дуже малые. Им уже сколько, 10 дней, то за поросят я уже не сильно переживаю, уже здоровенький. Так, тут нам надо баклажечку эту, лейку короткую. Уже и забыл, у меня баклажечка специально обрезана была для этих вещей. Так. Сейчас все наберем, попробуем. Конечно, прошлую зиму он выручал, ого-го, бензин заправил. Пятерка не было, была двойка, а это ехал, мимо заправки, делюсь, пятерка уже есть. Надо, сегодня сейчас буду ехать по этот, и заправлю, наверное, канистру пятерки. Ну что, пробуем. Ось мой провод, чтобы подключать в систему. Это можно выключить. Света нема, ничего, нема. Так, пробуем. Что у нас тут? Так, это вниз, это понятно. Это закрыть, подергать пару раз. Запускаем. Закрыто. Тут все правильно, правильно. Ничего я не забыл, ничего. Ой, Семен Семенович, Семен Семенович, я ж забыл кран открыть на бензин. Вот уже ж. Сейчас бензин поступит. Забыл кран открыть, подачу. Бо я помню, я перекрыл кран, воно вырубило до конца, и все. И я его, так, ну пробуем тоди, сейчас пару раз. Так, два, три, четыре, а ну. Нифига. Вот так это уже бывает. Сейчас все попробуем. Тут аж закрыто. Может бензин еще не поступил. Ну вот, бачите, опять постоял, вот это ж. Тоди, как проверил, и все. Сейчас будем что-то попробовать. Может бензин не набрався. Что-то мало, вероятно. Так. Так, пробуем. Что-то, конечно. 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 нифига и бензина налыл нифига вот ё-моё я уже думаю может его залыл а бензин пока дойшов часы как часики хай трошки поробе минутки 2-3 короче все нормально видать бензина ж не было был перекрытый пока дойшло пока все это ну бачьте запустился а теперь проблем не будет он сейчас пороба и все а я уже думаю может опять в карбуреаторе карбуреаторе что-то опять на лейпо чи еще что-нибудь а не нормально просто я може еще и залив ну сам факт а теперь а теперь оце он будет нормально функциклировать час поробится прогоню его прогриется хорошо вообще ну спрашивал мое мнение то я дуже ним довольный прошу и вот весь год и он же у меня на нагрузках постоянно я же не панкаюсь и это чтобы карбуреатор на липо ну оно от бензина что бензин таки каким с парафином чищем а так нормально и все и теперь он будет отлично работать а сейчас показы все знал закрытое положение это выключено пару раз вернуть включаю пивточка все выключил убрана подсос пробуем сейчас буду бух-бух-бух по нагрузка пида сразу воно сейчас дело в том что у меня четыре лампы по 250 это уже киловатт включился без каких-то насос включился холодильник и ну и все дальше пошла нагрузка сейчас воно холодильник и таким все подключается а потом нормально нагонять холод холодильник и все так что друзья на сло глянем сара и сейчас включу свет ради интереса а веке ты сюда лампы все светятся он четыре штуки 250 и сейчас попробую целый ряд включить все нормально все сейчас пидем управлять о нагоня нагоня пишел процесс бачите я вот вот такие именно моменты как нема света им же воды надо понабирать вот и моду ну да я трошки запореживал подумал а воно ж простояло долго пока бензин набрався камера поплавкова пока ты все а так все нормально короче шо погнали в сара сейчас все покажу так генератор пихтить все нормально мы уже там по низу управились там тоже воды понабирали и тут уже набрали воды и тоже управились порядок навели и теперь могу вам рассказать чего я в шоке вчера вечером я робил топори а века пішла сюда каже начну пока управлять я там був занятый приходи стас свиноматки все стоять а як у мене проблема была в мене свиноматки не стояли мої три тюльпанча волосинка безымянна и я связался с тиктока с максимом и юлей белялови мне как надо там отмух препарат им звоню как там надо якийсь препарат им звоню а это сказал что максим так и так меня свиноматки не загулить он каже у них гормональный сбой мы тебе пришлем препарат я купил них препарат они прислали в 50 кубовых шприцях и сказал мне я брал и соби и своему знакомому артем и сказал мне давай по 5 кубиків каждой свиноматки утром як управляються в еду и я маленькое ведерко ковшик высыпал 5 кубик и другим ковшиком придалив и высыпал свиноматки так я давал 18 днів и он каже ты подаешь в цей препарат 18 днів гормональный и на 5 тире 7 день свиноматки загулять вчера був у нас 5 день вчера вечером вони уже стояли ну як начали ставать еще бігает ну кое-яки уже стоять сегодня утром час час я их проверю при вас и попробую куплять дозы буду всех 3 крыть одновременно а также роблять и на комплексе и он каже шоковы робишь отъем поросят три дня теки подавав цей препарат вона стопудов загулять 5 7 день если ремонт на свинка 5 днів тоже загулять ну а так как все запущено вони після опороса запустилися гормональный сбой то я це потратився 18 днів и я и артём и так показую давайте час по свиноматкам а потом по поросятам значит у мене проблема була ось моя свиноматка після першого опороса не загулювала тюльпанча після першого опороса не загулювала так же волосинка після першого опороса не загулювала и хороші свиноматки в них таки шикарные опоросы было это же их поросятам в тих слетках ну и из барашки были помните по 5 месяцев не загулювала я не знал что делать так и ци если бы я это не сделал а так бы я ждал может и пев года и этот не гормональный сбой а так благодаря цим людям даже у меня как бы уже и мысли были что робить свиноматками может их вырезать чешу а так дивиться все строго все именно четко на пятий день они начали загулять проверяем свиноматку а я еще взял запах хряка думаю может шикну бо сейчас поеду по дозу чтоб трошки расходорился а ну оп 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 Стоять, оце вона вчера з вечера уже подарилася. Кюльпанша вчера вечером уже стояла из всех самое лучшее. Сейчас проверим, как сейчас. Бо мне сейчас по дозе ехать, и мне же надо убедиться три дозы брать. Хочу покрыть их всех трех ярширом. Хоп! Опа! Опа! Бачите? Я специально так шугаю, чтобы я убедился, что вона гуляет. Пожалуйста, вушка. Тик-тик-тик-тик, антенки, радиоавокаторы, дивиться. А если я ей сейчас пшикну, вона вообще. Все? Пожалуйста. О! Максим, если ты дивишься это видео, Юля, спасибо вам. Действительно, я рад и счастливый. Это другая свиноматка. Третя. Это шестый день. Как он сказал, пятый-семей день вона будет стоять. Я в это не верил. Вика говорит, что это реально? Я говорю, ты видишь, что реально? Девица-цюх. Девица-цюх. Да. У нее еще есть свиноматка. Чего я так аккуратно? Бо в ней... Вона подвернула ногу. Там у меня была ямка. И подвернула ногу. Мы ее... Про это... Ну, уже все нормально. Она на ногу наступает. Все, бачите, как стоит. Девица-цюх. Девица, все. Оклеяло все хорошо, но... Да? Все ж безымянно. Ешь, ешь. И все. Ось, дивица-ця. Фух, ты ж моя жевжечка стала. И все, бачите, как. Так же была яйца-цюх. Стоит и хорошо стоит. Все. Я обиделся, что мне надо купить... Три дозы. И их сейчас... Быстро лететь. И их крыть. Все. Все стоят. Я еще потом, как привезу дозы, еще пшикну. Хорошо почухаю их. Помасирую. И искусственно будем... Остеменять. Так же у нас тут была проблема щаяка. Були постоянно мухи. Мы уже и выводили, и те, и все. Короче, тут аж лампы для обогрева. В том сарае на щелях... Мухи до сих пор есть. Ну, вы бачите. Открываешь сарае на щелях, там тепло, мухи есть. И тут, а где лампы, они стопуду должны были быть. И я тоже Максимом позвонил, говорю, так и так, есть что-то от мух, да. Он прислал мне. Я развил на литр, еще 800 грамм воды. И он говорит, попшикай все, что только можно. Ну, я железо, стойки, стекла, ну, а таке. Попшикав, и вот все поросята, где тепло, можно сказать, под красной лампой, где жарко, все поросята, ни одной мушинки нет уже давно. Я это сделал, маніпуляцию давно от мух. И все, один раз я только сделал. Да, надо повторять, надо это, надо это. И получается, друзья, мух тут, а нема. Хотя, под лампами, все вы знаете, мухи должны были быть. А ты хоть не загуляли, а сколько... О, это точно покрыто. Только хотел спросить, сколько дней прошло, как покрыли. Ну да, воно. Вот, друзья, теперь давайте все. По свиноматкам я вам показал, кому надо какие-то там консультации, какие-то препараты, кашляет, пукает, писяет и так далее. Ну, каждый свои проблемы со свинями. Я оставлю номер Максима и Юли. Звоните, у них все есть, полностью все. По-моему, вакцины все. Ну, все есть. Я, короче, что мне надо, там беру. И вот я вам показал, ну, тоже у меня была проблема, все спрашивают, что свиноматки загуляли. Нет, они не загуляли. И они вообще б не загуляли, как, когда вспомните, машка, барашка, по пять месяцев, не загуляйте. Мы думаем, они поросли. А они соби отъедаются и все. А это же идет потеря времени, потеря всего. И все свиноматки загуляли. Сейчас будем их крыть. Так, теперь по Манюня, что порвала петлю и порвала задний проход при опоросе. Поросят, вона поросилась 8 штук. Все живи-здоровы, все не гуляешь. Все живи-здоровы, поросята крупные, уже пройшли кастрацию, купировку хвостов, и зубы. Это на третий день от народа мы делаем. Все 8 поросят живи-здоровы. Никого не придавило. Сама Манюня пише нормально, какае, котяшки тоже нормальны. Вопросов по Манюне нема, но на свиноматку я уже и советовался, звонил уже так же Біляловым. На свиноматку лучше не оставлять. А так все хорошо. Кушает хорошо, воду пьет, есть хорошо, какае, пише, все отлично. Слава Богу. Идем дальше. Тетя Нюра тоже самое. Поросята, ей мы оставили, ей 8 штук. Все живи-здоровы, никого не придавило, все растут капитально. Тоже вопросов по этому нема. Ну, вообще, молодец, не придавило никого, хотя тучна, здорова. Идем дальше. Сестра Манюні, что тоже еле вывозили поросята крупности, в ней вона поросилася 7 штук, уже поросятам там, по-моему, днів 10. Из 7 штук никого не придавило, ни где ничего, корме, вопросов вообще нема. По поросятам, по самой свиноматке вопросов вообще нема. То есть, все хорошо. И что меня удивило, никто из свиноматок не придавил поросят. Ніхто. А теперь дочка киевлянки, в ней 4, ей был опорос, и 4 мы кинули нюркиных. Дочка киевлянки тоже никого не придавила, выкармливали поросята, ростут, а это 10 дней крупненький. Кузю еще не скастрировали, но будем кастрировать. Просто времени нема. По свиноматкам, те, что поросилися и по Манюні, претензий вообще никаких нема. Но я, правда, обколол Манюней, наверное, раз за три амоксицелин. И вы знаете, нормально. Я всех прокалывал после опороса амоксицелином. Нормально. Вопросов нема. Поросят, поносиков не было, ни день ничего не было, то есть все отлично. Так что, что, слава Богу, что именно хорошо, что никого, никто не придавил. А поросята уже 10 дней, а 10 дней оно уже крупненькое, его уже не придавилось, оно пискотливое. Что ты? Уйти, моя, стоїть тоже хорошо. По поросятам, слава Богу, все живи, здорови, никого не придавило. Всех кастрировали и всем покусали зубы. По киевлянке. С киевлянкой тоже эти два порося едят с нею предстарт. Не знаю, еще не забирали, но будем забирать. Хай дойде до неї время. Такие крупные. Хвостатики мои мои. Ого, их уже и не складываешь. Короче, хай пока еще с нею, а там заберем, я думаю, до Нового года. Хай корме. Корме то нормально. А что, и двоих, два порося, им молока хватает. Смотрите, какие бецели здоровые. Молока хватает, и корм подъедают вместе с нею. И с хвостами. А теперь надо будет, забираю поросят, сразу думаю, я думаю, я буду делать отлучку. Набрав Максима, взял этот препарат, три дня подавал, гормональный, и она загуляет 5-7 день. Короче, вот так. Ты что, видите, все стоят, вот, пожалуйста, все. Все стоят. Ух, сейчас будем ними заниматься. В сарайе, очень тепло, на дворе вы видели, витер, сейчас берется мороз, снег дует, тут просто шикарно. Ну, генератор робит. Может, свет включить, я думаю, свет, вот это обязательно всегда кричит, как запах ряка, пшикну. Свет просто, десь линия, или порвалась, или что бы, вот такая же творится, аномалия. Ну, бачите, слава Богу, что есть генератор, что я в том году купил, да, я купил его дорого, но я не жалую, хоть и дорого купил, сейчас воно в три раза дешевше, ну, что есть, то есть, я и тот год пользовался, и поросят обогревал, как раз так получилось, завек тогда, что поросят было много, мне их греть надо было, и они же маленькие были, это сейчас здоровье, им сейчас генератор особо и не нужен, им уже по 10 дней, даже может и больше, ну, крупненькие, в сарае тепло, а как маленькие, желательно обогреть, конечно, чтобы они выгряты были, а особенно как у поросов, света нема тоже, а это самое важное, чтобы порося выигрелось, ну, короче, вот так, друзьячики, тюльпаночку сейчас будем крить, а это, бачите, стало и стоит уже и не есть, о, бачите, еще больше загуляла, все, бачите, еще трошки, как мы тогда тестировали, вона типа, как коники витворяла, сейчас уже хвостик поддерти, время пройшло, там 5 минут 10, вона понюхала, подумала, все, пожалуйста, аж ляга на меня, смотри, что ты лягаешь, безымянно, ну, я не буду сильно прыгать на ней, потому что у нее нога подвернута, ну, я прыгал, чтобы проверить, людям показать, как стоит свиноматка, потому что много пишут, как она стоит, вот так, видите, недвижимость, хвост, бух, вуха, вот так, вот это все, это свиноматка, я в первый день, она еще вчера вечером, так, стояла тюльпанша, и та примерно так, но, я в первый день не осемняю, я уже петля, смотрю, спухаю у них, ось, ніч пройшла, и сейчас, пока я привезу, еще часа 2-3 пройде, и нормально, я им еще пшикну, они расходорятся, и тогда будем покрывать, почухаю так хорошо, с всех сторон, все, фе тут, как типа хряк, ось, чик-чик-чик-чик по боку, как типа хряк, и все, и будет, даст Бог, нормально, так что, друзья, кто переживал за поросяток, не переживайте, никого не придавили, это вообще классно, кто переживал по манюньке, все зажило, ходит в туалет, я даже, ну, в ней все взрослося, в туалет ходит так, как надо, письте так, как надо, ну, и есть хорошо, и, ну, все нормально, то есть все поживало, все хорошо, я думал, будет, ну, думал, там же и комментарии списывают, то уже все, хоть бы поросят витягнуло, оно же всякие мысли, думаю, ой, хоть бы ж цих выкормило, чтобы поросят не распределять, не нагружать цих свиноматок, а воно нормально, так и будем убирать, киевлянку будем убирать, будем убирать нюрку, будем убирать манюню, будем убирать дочку киевлянки, И потом уже, если обезьяна поросится, будем убирать обезьянку и будем убирать Манюнину сестру. А будем оставлять уже новых свиноматок вон там у нас на щелях. Я потом покажу, собі оставлю, сейчас я как-то продам и собі оставлю нового. Ну, то есть старых буду убирать, а Манюню, понятно, что в ней проблема с этим. А так у меня будут вот эти три свиноматки, безымянная, тюльпанша, барашка, волосинка. Это четыре свиноматки, еще оставлю и мне хватит. И мне еще что-то будет продать. Думаю, а старых буду убирать, потому что, ну, знаете как, уже все, проходим старое и идем на новое. Так что, друзья, то такие дела, то такие у нас моменты, все показал, все рассказал, кому что надо, звонить туда по препаратам. Ну, а кто смотрел это видео, не забывайте ставить хвосты вверх, пальцы вверх, все вверх. Поднял, обнял, смотрите, как они стоят, друг с другом встали и стоят медленные такие. Сейчас тюльпаншище проверю. Что ты, тюльпанечка? Все, все, все. Идите, аж тут же. Оп, оп, оп. Две, как двое стоят. Ой, ты же моя тюльпанечка. Загуляла, да? Загуляли вы мои. Живженята. Хвостик поджимаем. Не кричишь. Йсти уже дуже не хочешь, да? А то ж кричало, так исти хотим. Ееееееее. Не довелизвали еще корм. Ну, короче, а так, друзья. Так что света нема. Свиноматки загуляли, поросят не подалили. Всех кормить, все хорошо. Як кажут, дай бог. Все будет хорошо. Всего вам самого наилучшего. Украина понад усе. Пока. Пока.